Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр и добро пожаловать на очередную серию по игре City Skylines. Как вы видели, мы с вами в прошлой серии построили здесь торговый такой терминал, железнодорожные пути поставили и все это у нас работает вот. То, что мне, кстати, говорили. Поезда мне нужны развороты, они едут и вперед и назад. Но, дело в другом сейчас, я сейчас кое-что заметил. Здесь у нас хоть шестиполосная дорога, но у нас большущая пробка. Это прям серьезная такая проблема, нам нужно здесь кое-что решить. Но, дело не в этом. Я еще хотел подождать здесь, как у нас поезд тронется и хочу камеру на него тыкнуть, чтобы глянуть, как же это все происходит. Как это будет видно от первого лица, если мы якобы были бы машинистами. Секундочку, секундочку, сейчас подождем, чтобы здесь кого-то, хоть кого-то загрузили. Отлично, у нас есть здесь кандидат. Секундочку, секундочку, надо над него вот так вот нажать. И давайте посмотрим, как это смотрится. Заезжаем в туннель, который, само собой, не прорисован. Но скорость передвижения его, это прям полная жесть. Мы как будто прям влиплись, я не знаю, в кузов, я вижу колеса даже. Ничего не понятно, что тут у нас мигает. Но, по крайней мере, мы видим весь маршрут. Это очень быстро происходит. Кстати, вот в этом месте, где мы сейчас находимся, Это и есть место, где я, типа, сказал, что да, можно было через туннель проставить этот маршрут. Нет, я захотел, чтобы этот маршрут прошел прям перед окнами этих вот людей, которые там живут. Чтобы они немножко пострадали. Ну, прям как в реале, да? Это у нас парк. Да, с правой стороны там у нас большущий парк. Такое ощущение, что он там, секундочку, замедлился. Ха, прикольно. Ну, то, что он мигает, как бы это ни хрена не прикольно. Разработчикам бы поставить камеру впереди поезда. Хотя, не знаю, там, где фонарь у него. Смотри, на поворотах он замедляется. Прикольно. Довольно интересно. И что-то мне кажется, что он не к следующей станции, торговой станции, сейчас ехать будет. А насквозь. То есть, он на экспорт, скорее всего, все это вот дело везет. Сейчас посмотрим, куда он там это вот пристыкуется. И что он сейчас будет. Да, он едет на экспорт. Секундочку. Хочу кое-что глянуть. Если, да, да, я заметил. Если у нас поезда полностью загружаются, то есть, вот таким вот образом, они у нас загружены прям по максимуму. Все вот эти вот контейнера, они у нас прям до предела прям загрузились и едут на экспорт. А то, что они перевозят от одной станции до другой. Если у нас сейчас другой поезд появится, то мы увидим, что их будет, не знаю, там контейнеров два, может быть, три максимум. Потому что от станции до станции немножко меньше перевозят. Не знаю, почему, с чем это связано. Вроде товаров у нас до хрена, потому что у нас вот этих вот пунктов, да, где можно забрать товар, то есть, где у нас трактора тоже везут на эти вот торговые терминалы. Их очень много. Здесь у нас вот такая вот промышленность тоже есть. Тут у нас промышленность, то есть, товаров дофига. И, кстати, если вы заметили, у нас проблем почти что в городе нет. То есть, город вышел на автономную систему. То есть, он сейчас имеет все, что ему нужно. Ну, кроме, само собой, потребности в промышленных зонах, деловых зонах и, само собой, коммерческих зонах также. Но проблем у нас тут как бы довольно мало. Тут с мусором вижу кое-что есть, но это вообще мелочь жизни. Сейчас мы должны поначалу проверить. Объект очищается. Это все правильно. 15% заполненности. И 17%. Две свалки работают хорошо. И это у нас тут не только нос, е-мое, не только свалки. Да, нос почетался. А есть даже угольная электростанция. Что ж, друзья, план у нас сегодня довольно большой. Я бы хотел сегодня построить с вами, вместе с вами. Очень хотел бы построить. Сейчас скажу. Здесь у нас было вот так. Не-не, погоди. Вот такая. Да, порт. Хотел построить порт, потому что порт позволяет связать город с другими городами через морское сообщение. Через него же в город прибывают туристы. Вот в чем нюанс, да? Разместите порт у моря в месте, где есть доступ к морскому маршруту. А вот тебе морской маршрут. Он где-то вот там вот проходит. И... Порт у нас сколько он стоит? 1600 уход в неделю. 80 тысяч. Короче, с деньгами у нас проблем, как всегда, нет. Потому что город у нас довольно серьезно так зарабатывает. Так, через эти вот острова он у нас маршрут теряет, само собой. Вот, тут есть возможность поставить. Че? Ага, вот у нас здесь есть немножко. А вот тебе и корабли. Вот они. Вот они. Красавцы. Вот эти вот корабли как бы должны проезжать через наш город. Значит, мы этим сейчас и займемся. Я бы хотел просто его где-то вот здесь поставить. В полном серьезе. Надо проверить, если он... Это у нас порт, это у нас грузовой. Я понял. Давайте порт. Вот, была зеленая. Отлично. Отлично. Вообще отлично. Правда, есть нюанс. Мы здесь довольно далеко от основного города. Есть такое ощущение, что было бы уместным порт сделать здесь. Потому что основная масса людей здесь вот, да? Такс. Значит, в таком случае могу ли я наш портецки сделать прям вот... В принципе, это возможно. Вот на самом деле, да? Это как бы возможно. Правда, единственная дорога... Единственная проблема. С дорогами. Да, ставь все, что ли. Погоди. Ровненько хочу прям... Вот, 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 ровненько. Что там высоко так стоит? Где лучше будет? Кстати, здесь получше, потому что здесь у нас... Ну, нет таких неровностей, да? Отлично. Вообще отлично. Вот. Вот где-то вот здесь. Хрена себе. Восемь тысяч. Мы с вами сейчас потратили... Фига себе, он здоровый. Но хотя у нас корабли тоже высокие, поэтому нормально. Блин, но вот эти вот ветряки, им уже здесь не место. Кстати, спасибо Руслану. Вроде бы Руслан его зовут. В комментах мне написал, что все же я поднялся. Секунду. Я поднял... Опустил, то есть, бюджет на электричество. И поэтому я немножко ошибочно рассчитал то, что вырабатывают солнечные башни. И именно вот эти вот солнечные электростанции. У них... Да, давно с ошибочным мы посчитали, поэтому как бы подметил довольно неплохо. Но что делать с этими ветряками? Куда их перемещать? Мне нужны ветра. Ветра. Плюс к этому мне нужно место, где нет людей. Потому что они вроде бы как шумят. И никому это... Вот. Вот, 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 вот. Вот, это самое хорошее место. Чем музыка такая? Серьезная такая, орет прям. Так, секундочку. Ветряки, короче, я их всех сюда перемещу. Вообще без ранец, наверное, в какую сторону они повернуты. Они сами тут у нас к ветру поворачиваются и так далее. Ну, это в реале как бы. В игре, само собой, такой механики нет. А в реале, что вы знали? Ну, наверное, все знают, да? Что они у нас поворачиваются сами. Сами. По ветру. Чтобы более эффективно все это вот вырабатывать. Ну, типа, энергию. Я, типа, такой... Механики такой в игре нет. Механики такой в игре нет. Все есть, блин. Они и здесь поворачиваются. Я когда начал это все перестроение, они были в другую сторону повернуты. Сейчас, смотри. Или против часовой стрелки они просто крутятся, да? По... По этому... По... Как его? Ну, так... Такая система у них. Или все же ветер здесь рандомный. И они влево-вправо там крутятся. Хрен его знает. Ну, окей. Они работают. Что у нас тут по электрике? Соединено все. На всякий пожарный случай. Не знаю. Пусть будет... Пусть будет вот так. Чтобы у нас прям линия прям была прямая. Не знаю, поможет это или нет. И, кстати говоря... Кстати говоря... Секундочку. У нас ракета, друзья мои, готова. Вот. Строительство ракеты. Они уже построили ракету. Они уже вывели. И сейчас идет подготовка к пуску. Вот наша красавица ракета. Это очень круто. Потому что мы с вами сегодня увидим взлет ракеты. Чирп-Х. Но, на самом деле, я ее называть Чирп-Хом не буду. А мы дадим другое название. Это прямо обязательно. Потому что вы мне тоже, как бы, писали варианты разные. Для названия ракеты. Правда, это немножко попойче. Секундочку. Она у нас еще не готова. Поэтому мы идем здесь вот дальше. Че по порту-то? Порт. Вот эти вот, вот эти вот штуки. Нам бы их, мне кажется, уже удалить. Удалить. Здесь пока пусть остается. Тут просто инфраструктура уже готовая. Видите, да? Смотри, дорога сама поставилась. И нам здесь нужно... Ага, этого тоже нужно будет переместить. Водонасосная станция. Пекс, куда тебя? Тут у нас просто дорога будет, поэтому перемещаем эту штуку. А давай водонасосная станция у нас будет где-то вот здесь. Она нас просто... Нам просто мешать будет. Водопровод. Водопровод. Хренась. Где у нас тут есть какие-то узлы? Нет узлов. Нормально. Нормально, нормально. А здесь у нас к чему она стыку? Елки зеленые. Че я тут поставил-то? Не хватает электро... Ты че, серьезно? Как это? Видишь, какая беда у нас-то, а? Во-первых, есть смысл в таком случае вот так вот сделать. Соединись. Допустим, вот так вот. И все это соединить вот таким вот образом. Вот вам и энергия, друзья мои. Вот вам и энергия. Когда это у нас все соединится, как-то, ну не знаю, там кое-что еще здесь построим, там построим. То... Не нужны будут эти вот столбы. Так, секундочку, секундочку. У нас полгорода без энергии. One sec. Здесь соединено. Вот у нас проблемка. Такс. Это значит... Блин, ну как вас соединить-то так, чтобы... Ну пока придется вот таким вот образом. Ты у нас пойдешь под снос, под снос, под снос. Мы здесь немножко укоротим маршрут. Все. Капец, я тут, блин, нахимичил. Давайте, давайте нам энергию. Дайте нам... Сейчас посмотрим, чтобы все заработало, а то это вообще беда-бедашная. Все. Нормально, нормально, нормально. С энергией у нас все отлично. Деньги капают опять же рекой. По чуть-чуть мы восстанавливаемся. Здание сгорело. Да, я понял. Я понял. Бывает-бывает. Бывает такое. Окей, идем дальше. Порт как порт. Но пока мы тут строим всякую фигню, я вижу, что... Сейчас к порту еще вернемся. Большая потребность в промышленных зонах. У нас здесь открыта как бы такая вот зона. Значит, мы просто даем разрешение на постройку дальнейших участков. Вот так вот. Потихонечку даем, даем, даем. На вам строитесь, строитесь, господа. Все. Вам мэр разрешает все вот это вот застраивать. Это очень-очень хорошо. Это у нас сельская промышленность. Это круто. Сейчас они будут развиваться. У нас, кстати, сельская промышленность довольно много денег зарабатывает. Здесь мы делаем... Это рудокопы, короче, да. Добывают руду здесь. Ого, что-то многовато, мне кажется. Давай вот так, вот так, вот так. Вот так, можно, можно, можно. Все, пока что хватит. И магазинчиков. Они еще просят у нас магазинчики. Коммерческие зоны. Коммерческие зоны нам нужно ставить там, где никому это мешать не будет. Ставлю сразу же, постоянно ставлю коммерческую зону с высокой плотностью, так как это, ну, больше решает проблему. Если маленькую плотность, то надо их очень-очень много магазинов, а нам это ни к чему. Давайте найдем место. Вот здесь, вот здесь. Я знаю, что поток автотранспорта будет больше из-за магазинов. Ну, все так говорят. Но мне кажется, что говорят люди о транспорте из-за того, что... Вот здесь у нас, да, вы видите, что здесь якобы транспорт. То есть это у нас зона с магазинами. Но, друзья, это машины припаркованные. Вот эти вот машины, которые легковые стоят, это припаркованные машинки. Понимаете? Не так уж и много здесь. Ну вот, там пару машинок еще заехало сюда. И все. Но здесь у нас пробочки есть. Это все из-за фур. Хотя нормально. Нормально. Когда пробки, это значит город живет, блин. Окей. Давайте сделаем здесь пару магазинов. Немного. Немного это означает... Это означает... Это означает как-то... Сейчас прям посерединке, да? Вот так. И здесь... Вот так вот. Это как бы называется немного, чтобы вы понимали, да? Надеюсь, это немного. Спадет шкала вот эта вот. Средняя потребность в коммерческих зонах. Но... Стройтесь. Стройтесь. Здесь у нас большая промышленность. Значит, коммерческая зона здесь очень-очень нужна. Я бы и здесь понатыкал. Стой. Вот. Пара магазинов. И тут прямо в промышленной зоне. Пусть. Капец. Тут цвета такие страшные. Дымчато все. Строится? Строится. Нормально, нормально. Пусть строится. Посмотрим, что будет дальше. Возвращаемся к нашему... О, нет. Начальная школа. Че? На паузу. В смысле, горит, блин. Приехали. Приехали пожарные. Отлично. Не нужно нам такого. Вы что? Ёлки зелёные. Вот такие вот здания у нас тут есть. Какого они уровня? Угу. Четвёртого. Набирают пятый уровень. Прикольненько. И по школе, кстати, у нас тоже вообще беда, блин, с школами. Знаете почему? Хрена себе тут пробки. Ну, опять же, проблема в том, что они очень... Не то, что часто, они всегда используют одну полосу. Ну, это понятно. Им всем нужно направо поворачивать, поэтому... У нас светофоры здесь убраны? Да нет, вроде бы. А если я уберу светофор? А если мы уберём светофорчик? Всё, проезжайте. Нормально всё? Тут у нас знаки стоп стоят. Они никому не мешают. И здесь, мне кажется, тоже светофор уберу. Вот так вот, да. Поток сейчас проедет. Сейчас проедет, как всегда, у нас... Фига себе, сколько здесь народу. Чего вы пешком куда идёте? В парк, в парк, в парк. Не, в метро. В метро они едут. Дай, дай я тыкну, тыкну на метро. Так, за секунду, за секунду. Сейчас, видишь, как мы тут то одно, то другое делаем. Нужно всё это вот решить. Так, где у нас метро? Метро у нас здесь. Не так уж и много, кстати, внутри там не так уж и много народу. Я думаю, там ещё больше хоря с ними. Так, возвращаемся. Как всегда, возвращаемся к нашему... Этому... Как его? К порту. Что делает порт? В нормальной эксплуатации я вижу, что ему вода не нужна, да? Или тут у нас вода есть? Ха, вода у нас тут есть. И что дальше? У нас есть порт. Туристы якобы должны сюда ехать, да? Так, погоди. Где есть доступ к морскому маршруту? Разместите порт у моря в месте, где езду. Ну, вот тебе морской маршрут. Морской. Тут маршруты вообще делаются? Нет, не делаются. Это просто люди приезжают, как бы, ну, туристы и всё. Корабли, правда, я не вижу. Что-то были-были. Да, в спыле. Хорошо, в таком случае. Ага, в спыле. У нас тут дороги нет, ё-моё, блин. Кент! Какого хрена? Как же так? Как же ты не увидел? У тебя дороги нет. Твою же медь. Так, секундочку, секундочку. Сейчас мы всё исправим. Без паники. А я это не могу исправить? Ха, это его дорога не это вот. Нельзя. Нельзя её переделать, да? Вообще? Блин. Хреново. В таком случае, если она у нас узенькая, мы берём, значит, такую же узенькую дорогу и строим ему где-то вот здесь узенькую дорогу. Вот. Сейчас подальше отойдём. Наверное, вот сюда. Хм. А мне кажется, что есть смысл здесь сделать одно... Ага, одностороннее не сделаешь, потому что ты не поменяешь. Понял. Одностороннего движения у нас тут не будет. И почему здесь у нас шире, а здесь у нас уже? Что у нас есть пошире из дорог? Только вот это вот. Только вот эти вот. Здесь у нас двухполосные, здесь тоже двухполосные, но они какие-то узенькие. Что-то пошире есть у вас? Пошире, пошире. Это будет шире? Нет, это будет ни хера не шире. А вот так? Вот. Вот, 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 вот. Это и есть широкая дорога. А делаем, что было красиво, красиво. Будет очень красиво. Пока что, короче, вот так. Да. Пока, пока. закруглил есть закруглили закруглили все теперь теперь проблема уже с и мусором кто что кстати по мусору по мусору по мусору мы тут видели нет уже тут мы с мусором проблем такс на паузу поставил почему-то у нас паника по энергии я не понял что мы тут сломали энергетика хорошая здесь все нормально и опять что-то поломал понял где-то здесь нет рекс понятно это нужно соединить все эти вот электростанции само собой ты видишь когда у нас не соединено все как нужно то ошибочно тут показывает все очень 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 ошибочно да я тут удалил с этой дороги удалил наши столбы как тебе поставить столбы чтобы они мне не мешали через 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 блин придется вот так здесь вот так вот тут соединили и здесь как-то более как же вас много нужно кое-что еще построить обязательно все запускаем нужно еще кое-что сделать вот здесь чтобы все соединение соединилась это у нас будут магазина что может быть в этом месте во первых во первых или магазины или маленький парк давайте маленькая игра не не маленькая нам нужен такой серьезный парк где мы встречаем людей площадь пара нет площадь это вообще слишком громко сказано для пикника у порта не сделаешь мощенский сквер хреново на счет такое но нет это сейчас секунду а баскетбольная площадка вообще не вариант знаешь такие вот парки делаем маленькая не маленькая дай мне большой блин парк вот дай мне большой дай мне чтобы вот тебе большой блин вот так вот вот встречать будут людей парками на на игровая площадка но не самый удачный как бы вариант но нормально пойдет нормально с мусором сейчас мы с мусором тоже посмотрим что да как а здесь мы сделаем мы сделаем и сделаем здесь чем сделаем мы наверное все таки магазинчики зима потому что потребность у нас в магазинах все-таки есть если что-то мне не понравится если вдруг да то вот эти вот магазины мы отсюда уберем и просто-напросто кое-что другое тут по настроям а пока распотребность в магазинах есть вся эта вот площадь будет забита магазинами потому что это порт потому что это люди кто здесь строится будет не интересен вот прям на обрыве во первых и в таком узеньком пространстве но люди строятся посмотрю что здесь у нас будет вот те магазины появляются отлично текст едем дальше друзья пришло время пришло время с посмотреть опять что ух ты что еще что мое я мое я извиняюсь я извиняюсь господа бизнесмен я очень я прям дико прям извиняюсь что вам воду сразу же не дал это же вообще проблема прям погоди у нас появилась немножечко пром и потребности в жилых зонах жилую зону мы по-прежнему здесь развиваем такс умершие люди да умер и не вынесли или не вывезли давайте мы здесь тоже им скажем господа мы вам разрешаем по чуть-чуть строить вот здесь домишки вот здесь домишки вот здесь домишки и вот здесь не всю территорию нет такую ошибочку мы сами делать больше не будем здесь тоже можно где еще можно где еще можно чтобы они были прям а и все потребность пропала пропала потребность начинаю строится это у нас район такой деловой такой деловой жилой район здесь очень умные люди правда умных людей у нас в городе нет потому что у нас с учебой смотрите не с учебой а с образованием жопа тут тоже жопа в университете жопа и библиотека вообще полнейшая жопа это нужно будет тоже решить ракета ракета друзья ракета смотрим 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 во первых мы назовем мы назовем мы назовем этот комплекс не чирпикс не космодром чирпикс а так как вы писали разные варианты мы назовем это спейс икс спейс 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 икс друзья мои вот так вот спейс икс но мне кажется спейс икс пишут даже без пробела все у нас есть космодром спейс икс первая ракета почти что готова к запуску почти да но название этой ракеты будет как вы там писали то аврора да пусть будет аврора это значит сабнатическая короче ракета аурора вот аурора так или или все-таки капсом давай капсом попробую посмотрим а у аурора вот большая ракета значит большое название а у прора все правильно все брали сигуны сейчас посмотрим появилось название название вряд ли тут появится здесь у нас по-прежнему чирп икс само собой чирпикс ну такой механики у нас тут в этой игре нет было бы здесь еще пару людей прям людишки чтобы они гуляли было вообще эпичненько эпичненько хорошо он сколько вам еще ждать минут наверное я не знаю пять что ли после пусковой процедуры окей значит мы подождем кстати и раз вы мне писали что разворот разворот и мне нужен понимаешь разворот не нужен то мы значит удалим это безобразие потому что людям не понравилось это мы значит удаляем и все все тут красиво сказали что разворот нужен только погоди что он нужен только там это сгорело так сгорело дотла промышленное здание а это что нормально все то есть здесь я понимаю тоже сгорело все елки зелен тут в полном серьезе сгорело все но не дотла по ходу да я понял что занят сгорело дотла но на задание сгорело дотла вы уверен что в городе достаточно спасателя пожарные станции имеют быстрее пути в района короче снести здание чтобы расчистить место а чё у нас по пожарке то да близко блин вот те пожарка то вот очень блюда ё-моё как же так как же так у нас получилось секунду это вообще не нормально ноль машин используется то есть сейчас тут вообще отдыхают пробки а при чем тут пробки они бы выехали вот допустим вот сюда другие полосы свободные и заехали бы спокойненько тут у нас много чё сгорело кстати очень много сгорело чё там говорил-то короче разворота нужны только там где тупиковые пути тупиковые пути вот вот выговорил отлично это на экспорт едет смотри полностью забился полностью погоди сейчас кое-что я хочу сделать просто он сейчас выезжает в ту сторону где карта не моя я ее не купил и посмотрим камера моя повернется туда то есть поедет туда или все-таки меня щас кикнет выкинет из поезда я скажу куда ты поехал это не твоя зона это не твое кстати я уже нахожусь в зоне не мною купленной я на самом деле вот сейчас мы едем там где не мое как говорится не мой город прикольно и как далеко он поедет интересно круто эти места мы еще не покупали купить мы это сможем только когда у нас будет 55 тысяч жителей пока что нас вроде бы 46 тысяч охренеть если сейчас выйду давайте сейчас до этого моста пройдем и щас выйду он же за карту по любому как где-то там выезжать будет нет такое ощущение что он так далеко уехал что здесь даже не купишь эти вот места давайте вылезаю ха это баг это баг потому что камера в этих вот вот в этих местах они меня телепортную обратно если не твое место ну короче не твоя твои не твои границы то тебе туда не не пускает вот видите все чё у нас дальше 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 вот 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 про это тоже говорили молодцы короче что сказали про вот эту штуку водопровод я ему трубу не проложил так как же я мог вот ковнюка кент еще на 100 криво все пошло погоди а реально криво трубы 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 1 2 3 очень-очень странная трубы тут проложил почему вообще странно но на самом деле хреново проложил вот отлично красавцы сейчас у нас доступность водопровода будет побольше есть текст счет у нас так черпикс там у нас готовится здесь ух как быстро все тут простроили офигеть корабли едут такое еще да он к нам едет он плывет он плывет вот вот это тут освещение как-то не то солнце если светило бы с этой стороны было бы намного круче но оно светит вот с этой вот то блин сколько здесь бетона прикольно а вот тебе и те здания которые были по одному ряду квадратиков то есть территория такая узенькая узенькая видишь как они тут построились молодцы нашли где построить магазинчики прям как в японии где места нихрена нет но строится все-таки где-то надо но нашли выход из положения ждем тут еще один по туризму скорее всего нас будут пополнения правда мне нужно еще сделать маршруты вот эти вот туристические какие-то маршруты сделать интересные давайте глянем на стыковочку а вот так вот боком он стыкуется ничего разработчики не поменяли марина 2 называется корабль так не говори мне что ты тут парковаться будешь и тот другой в тебя прям парканется такс да поближе вот такая вот у нас стыковочка еще ближе будет нет нет ближе он не пойдет а это пару секунд короче длится и при 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 плывая другой ща коллизия будет нормально встретились болен но я же говорю короче он ждет пока этот освободит ему путь ну пусть он освобождает все и он поехал поплыл 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 да 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 поплыл поплыл все правильно пробок здесь пока что нет здесь у нас есть выезд сюда все вроде бы шикарно ракета возвращаемся к ракете почему я туда-сюда прыгаю камерами да потому что блин людям немножко не понравилось то что мы в прошлой серии вот реально всю всю серию мы занимались вот этим вот безобразием а могу ли я туда прям секунду я не хочу удалять надо удалять прям вручную прям зачем у меня нет службы спасения нет нет я сразу заранее говорю есть такие службы твою жмите что-то творится то а здесь тоже нужно будет как-то упростить все это дело им тут трудно передвигаться мышка мышка где мышка не понял вот мышка отлично секунду какие знаки стоп вы чё блин никаких знаков стоп у нас здесь не будет не будет все без знаков стоп они должны опять же освободить вот да они начинают короче более-менее по быстренькому ехать и надеюсь это все быстренько освободится у нас тут одностороннее сюда одностороннее сюда и и тут двухстороннее чего сюда не ездите ну и там короче ясный хрен далее мне понравилось что мы тут слишком долго занимались постройка железных путей поэтому вот так вот то одно то другое показывать буду что ж ракета у нас готова аврора готова пуст ракеты пуск тоже готов space x у нас есть нет дай мне вот да мне закрыть это у нас цвет ракеты давайте пусть будет красная красная ракета и сейчас нужно понять как я буду передвигаться вот здесь как мы будем передвигаться стой секундочку вот как то вот так вот наверное да а если буду передвигаться прям вот так не это будет медленно понял понял тихо тихо ранее богуся ну надо же наблюдать за ракетой смотри сколько народу мне кажется люди приехали просто посмотреть на а чё не тыкаются вроде машины все эти вот тыкались нажимались поле на меня что-то забаговалась они одна машина не нажимается почему все работает секундочку давайте мне и и заработал заработал на всех случаях сохранюсь сохранился вроде все отлично и и блин можно можно как-то на пейджап или куда блин подняться вот так вот прям ну вверх как бы вместе с ракетой перед у такого это такого нет есть только вот так вот и прям чё у нас камера вот нормально заработала да придется вот так хорошо все решил проблему с передвижением и смотрите внимательно что мы делаем на 4 1 2 пуск шикарно шикарно не знаю сколько мне стоит такой пуск но мне кажется очень очень дорого обратный отчет это скорее все туристы надеюсь да круто отлично отлично вообще отлично погоди секунду я игру поставил на паузу хочу кое-что какой шлейф такой серьезный прям хочу кое-что проверить якобы мы находимся как я уже не раз говорил это надо было прям самого начала сделать я нахожусь якобы на этой террасе чисто ради интереса смотрим я на этой террасе вот и более он прикольно но надо было прямо отсюда сразу же бегать сюда и она улетает и нифига не слышно и нифига не слышно так секундочку я хочу опять же найти ее вот она вперед ракета покажи себя ага как высоко я могу еще ё-моё вот она вот он вот он вот он вот он она очень высоко улетает камера правда так высоко не поднимется никак она уже еле-еле управляется нет это близко все это максимальная точка ракеты мне сейчас на паузу сейчас давай поставлю ракеты мне сейчас уже не увидите а если вот отсюда да она улетела к хренам собачьим ну якобы в космос не видно ее нет не видно круто круто мне нравится мне нравится что у нас здесь творится здесь у нас вот этот вот перевозчик пустой уже уезжает да он поход здесь где-то был до уезжает для подготовки это туристы я же говорю туристы охренеть прикольно нормально не мне понравилось сколько здесь народу какая здесь более какой здесь ажиотаж даже с этим вон вагоном пришли приехали ну с домиком на колесиках я вижу на у них тут трудности электромобили вот те электромобили чтоб ты понимал да капец электромобили электромобили будущего и вот здесь у нас пытаются как-нибудь разрулить собаки там гуляют отлично нормально нормально мне понравилось потому что вот так вот это да и должно быть сейчас давайте посмотрим сколько людей у нас тут блин чё она тут баба гуется эта камера багуется сколько людей посетили то так секунду после пусковые процедуру аврора 11 07 2030 тридцать тридцатый тридцать третий год тридцать третий до год чё тут еще должно было быть уходы 400 ага посетители 330 блин я не посмотрел в самом начале надо будет пересмотреть свой видосик сколько там было когда мы запускали ракету максимум вмещает 450 но я не думаю что у меня сейчас было тут 450 человек вряд ли но поток прикольный чё по туризму по туризму вряд ли у нас баблишки поднялись я не думаю бюджет и туризм это у нас здесь автобусные экскурсии коммерческие зоны общественный транспорт парковые зоны это не туризм нет нифига не туризм это у нас другое нет это туризм а мы в плюсе кстати говорю или или это или это как понимать суммарный недельный доход от туризма 500 короче 600 евро а затратов здесь не написано но это мало даже одного процента из общего дохода как бы прибыли у нас туризм не составляет это плохо это плохо но потихонечку мы это будем все чего вас такое решать так недостаточно клиентов в смысле тут людей как бы нет я понимаю ничего страшного один магазин придется снести и все и вообще проблем у нас не будет вижу промышленность опять просится значит промышленность мы будем удовлетворять на вам строите здесь клиента видишь ли недостаточно на вам еще товара колес клиента мы еще решим проблему у нас потихонечку появляется опять же шкала на жилых зон городишко у нас вот такой вот что вы понимали или или вспоминали вот такой вот да но не гарантишка а район nvidia city вот такая вот тема у нас здесь модернизированные такие очень футуристические дома скажем и зеленые то есть зеленый уголочек возвращаемся к нашему порту а у нашего порта опять же клиенты да клиенты и так далее как его туристы уход такой обслужено пассажиров на прошлой неделе 48 в следующей серии мы должны посмотреть если это число увеличилось обязательно посмотрим уход 1600 какие-то деньги он приносит мне интересно или нихрена он не приносит порт вот он нифига то есть какой-то доход есть 195 то есть если у меня будет город более привлекательнее да привлекательным то туристов будет больше соответственно доход больше и доход может покрыть расходы но чтобы сделать привлекательнее город наш мне нужно больше парков мне нужно больше намного больше парков это у нас парк кентаврия который имеет третий уровень следующий уровень так а чё за фигня погоди до следующего уровня у меня мне нужно у меня сейчас 15 тысяч очков потому что вижу эти вот очки меняются да это сейчас накапливаю это маячки да нужно 5000 или нужно 15000 потому что эта цифра вот всегда поднимается это значит я поднимаю свой уровень парк свой да странно а здесь развлекательная ценность для следующего уровня 684 ага короче развлекательная ценность должна быть 720 а это мой уровень парка понял значит секунду раз мы уже здесь я помню что он тут кое-что я все-таки не доставил не доставил парке парк это у нас здесь парк это у нас тут городской парк и здесь что-то у нас еще открылась что-то нихрена у нас здесь не открылась хоть я и думал что у нас тут открылась ларек с едой до этого меня как бы мне кажется есть пушечки тоже есть их поставил я понимаю что у нас есть парковый пирс но здесь у нас а вот вот шахматная площадка появилась парковый инфокиоск это у меня есть уже парковый туалет есть кафе тоже есть площадь у меня есть площадь парковая площадь мне кажется парковой площади у меня нет блин придется вот парковая площадь где-то вот тут у меня пушки просто у меня пушки шахматные такие вот игровые столы есть парк ты мой маленький то я тут тебя так разукрасил да придется вот где-то вот здесь по натыкать или площадь все-таки посередине давайте ее сюда развлекательная ценность 50 а был написано сейчас я еще хочу глянуть что было мне понятно развлекательная ценность уровень шестьсот восемьдесят четыре хорошо я ее поставлю у меня сразу будет следующий уровень прикинь прям сразу же при нас и блин пушки уберутся ты понимаешь я тут разукрасил что пушки были с ними о поздравляем беревочный городок чё новая штука да не уведомлять не не уведомляйте уведомляйте вот так вот потихонечку заходишь тут киоски тут можно покушать там кафешечки это у нас инфа киоск это у нас кафешечка кто-то говорил что у меня только туалет и киоски нет вот я кафешечка есть она есть она есть все и кое-что еще там было кое-что у нас еще было парковое кафе туалет киоск мы поставили вот это вот шахматную площадочку но опять же что у нас по уровню до следующего уровня 1120 надо а вот посетители у меня в парке уже было 15000 а до следующего уровня нужно 10 тысяч но этому уже как бы удовлетворяем эти вот требования а вот эти вот нижние нет значит берем вот это и ставим шахматные площадочки тут дыра я дыру это вот убирать не буду вы наверное знаете пора какую дырочку мы говорим надеюсь вот шахматная дощечка у нас будет блин я тут так старался сделать красиво понаставил здесь травы вот этой вот да тут хренась и все убирается вот такой вот площадочкой и чё как вы понимаете поднимаете сюда наверно через верх вот нормально нормально можно играть можно значит пусть играют люди и смотрим опять же на ценность ну еще нужно еще кое-что у нас еще тут есть чего я не понатыкал киоск это вот есть я могу просто больше штук их поставить это у нас новая появилась веревочный городок развлекательная ценность 150 прикольно вместительность посетителей 150 куда тебя в какую тебя дырочку сюда нам нельзя где-то вот здесь где-то вот здесь да и это для детей скорее сюда давайте посмотрим как это выйдет поближе выглядит поближе дети уже играют я и не пост не успел его поставить блин эту площадочку они тут уже катаются блин шустрые какие вот еще на этой как его на горочке хрена си вниз давай 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 прыгай ну вот ребенок пошел и вниз нормально анимация довольно прикольно довольно прикольно для такой маленькой фигурки потому что игра сама не позволяет так близко приближаться это только с модом да то анимация довольно такая добротная может быть когда нибудь я соединю вот эти вот дороги но вряд ли потому что мне нравится вот это вот естественная среда которую мы с вами не ломали и не портили чтобы еще натыкать здесь чтобы у нас был пятый уровень 5 5 5 5 5 5 5 5 5 сейчас секундочку вот это у нас откроется площадка с батутами это последнее что должно открыться развлекательной ценности здесь уже вообще нет просто ну эту пирс пирс не поставишь вода нужно инфо киоск могу парка кафе площадь нет мне нужно 100 очков 70 мало шахматную доску мы не будем ставить значит вот это вот да вот это вот и поставим еще один городочек будет у нас это его стороны для детей смотри понк и автоматически следующий уровень до площадка с батутами есть контакт и мы с вами смотрим 5 звезд у нас и все доходы уже в плюсе но мне кажется не были в плюсе посетителей 62 политика у ночная какая-то вот про дырочку я говорил вот такая вот дырень так секунду батут вот батут 100 развлекательной ценности стоит он недорого правда нужно ему местечко найти а местечко у него будет здесь вот 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 идеальное место для батутов их тут дофигище хватит всем я думаю это маленький младенец были на это у нас игрушка плюшевый мишка прикинь как они это за химичи они даже нарисовали якобы как это называется место где протертости есть если не ошибаюсь да или чет такой вот эти вот синенькие штуки до заморочились деталями довольно шикарно что друзья на этом не кажется мы можем закончить потому что видосик у нас довольно длинненький тут у нас город живет своей жизнью опять же ездят только по одной полосе это проблем мне кажется я все же включить не включу а загружу чисто чтобы визуально было интереснее включу закачаю мод который что-то там решает проблемы с трафиком и распределяет все машины по разным полосам наверно потому что ну приятнее будет увидеть я не знаю увидеть все полосы не то что полными но чтоб картинка немножко поменялась а то одна полоса это е-мое это не вариант друзья надеюсь вам все понравилось не забудьте если вам это так поставить пальчики вверх написать свои советы написать свои как говорится пожелания нас для следующей серии и попробуем все это сделать уже когда встретимся в следующий раз с вами был кентавр всем удачи и всем пока удачи